Каридат Канелон Оригинальная история Хосе Симона Искалона В ролях Элиса Искамес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие Композитор Давид Монторо Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Пусть выпутываются сами, это их проблема Убирайтесь! А нам с тобой есть о чем поговорить Убирайтесь! Ориноко был для меня всем Вы должны понять меня То, что случилось, для меня большое несчастье Но он оскорбил меня Я с этим не могу уж смириться Когда ревнуешь, часто ошибаешься, Ларизна Но ты же не будешь спорить с тем, что сама спровоцировала поведение Ориноко Нет, ничего подобного Что это ты выдумала, Конкорде? Почему ты все время защищаешь Ориноко? Между прочим, у Ларизны есть все основания обижаться на него Истинная любовь не нуждается в доказательствах Конкорде Просто нужно любить и верить Мне незачем на всех углах кричать о том, как я люблю Ориноко Неужели ты думаешь, что ему сейчас лучше, чем тебе? А как ему жить с мыслью о том, что ты его предала? И поэтому я должна была переспать с ним, вопреки собственному желанию Вопреки своим принципам Но уж нет, у Ориноко не было на это никакого права Его поцелуи Дарили мне радость Его руки успокаивали И хранили меня Но он зашел слишком далеко В своей ревности Он унизил меня своей грубостью И даже объятиями Потому что это не была ласка Это был упрек Да уж, Ориноко хватил через край Потребовать каких-то доказательств любви Но ведь это не только от ревности Да ну? Но и от большой любви, ясно? Женщину нельзя завоевать против ее воли конкорде Ей нужно уважение Ориноко знает, что я буду принадлежать ему только после свадьбы Для меня это важно Ладно, Лавизна, не расстраивайся ты так Я уверена, что все будет хорошо Но рано или поздно Ориноко поймет, что был неправ И тогда обязательно придет к тебе и попросит прощения Кому нужна такая любовь Если все время приходится извиняться Боюсь, что у нас с Ориноко уже ничего не получится И каждый пойдет своей дорогой Не прячь глаза Тебе нечего стыдиться, солидат Не могу, крестная Поверь, я понимаю, как тебе сейчас больно и обидно Тебе кажется, что вокруг тебя кромешная тьма И света никогда уже не будет Мне так стыдно Мне все в себе отвратительно, крестная И эта одежда, и эта краска на лице Это все внешняя солидат На душу краску не наложишь У меня в душе все умерло Не говори так, солидат Моя душа – кладбище Дочка Твоя душа по-прежнему жива И это самое главное Одежду можно выбросить Краску с лица смыть Следы чужих прикосновений с тела уберет время Оно однажды заставит нас покинуть эту землю Но душа не исчезнет Она останется Чтобы предстать перед Господом Господь отвернулся от меня Так моли его о прощении Как? Я вернулась туда, откуда вы когда-то меня забрали Туда, куда поклялась никогда больше не возвращаться Я всю ночь переходила от одного грузовика к другому В надежде, что чьи-нибудь грубые руки помогут мне И эта жизнь, а вместе с ней и боль закончатся Как же я могу просить прощения у Господа Или у вас, крестная Тогда сначала спроси сама себя Помогите мне, крестная Помогите Я хочу сейчас одного Умереть, крестная Держи Да пошевеливайся же, мы начали выезжать утром А до сих пор ничего не сделано Ананда, тебе не кажется, что не наше это дело таскать тяжести? Ладно, ладно, все Берите только самое необходимое А ты прекрати ныть Обещаю, девочки, я вам хорошо заплачу Слушай, с тех пор, как Солидата ушла Ты все время чему-то радуешься А почему бы и нет, подруга? Так оно и есть После того, как этой дурочке не стало Удача на моей стороне Кстати, об удаче Посмотри, кто там идет Ну ладно, что-то мы заболтались А время-то не ждет Неси скорее тот стол Мне надо выпить, Ананда Все, что твоей душе угодно Только скажи Двойной, сухой и побыстрее Может тебе принести выпить к бассейну Я бы заодно тебе спинку кремом намазала Знаешь, как хорошо спится вдвоем на солнышке Ты что, рехнулась, подруга? Дай мне рюмку и пошли в дом Я просто умираю от желания съездить с тобой на море С кем, как ни с моряком Можно прекрасно отдохнуть, поплавать Мне сейчас не до шуток, Ананда Мне тут целое состояние перепало, Луис Вот, думаю, в столицу перебраться Пользуйся случаем, присоединяйся Поехали вместе Тебе никогда больше не придется работать Заживешь как король Поехали, Луис Забудь ты об этой дыре Нам хорошо будет вместе Наконец-то доктор поставил тебя на место, Невес Не сыпьте соль на рану Сама виновата Слишком много начала себе позволять в этом доме Стала развязной Слава богу, Дон Пио заметила Ты дал понять, кто ты есть на самом деле Что такое, что случилось? Ничего Просто Невес хотела ублажить хозяина А вышла наоборот Она пролила кофе и испортила туфли Дона Пио Боже Тебя здесь не было И я решила отнести кофе Дона Пио Кофе ему не понравился И я очень расстроилась У меня задрожали руки И кофе пролился Если честно Меня вообще удивляет Как много внимания уделяет тебе Дон Пио Прежде он и на кухню ты не заходил А сегодня за тебя даже обедать не стал Даже не пообедал А рис с овощами получился такой вкусный Запомни с этой минуты Невес, ни шагу с кухни Будешь делать только то, что я тебе скажу И чтобы больше никакой инициативы У тебя есть определенные обязанности Хорошо, синьора Тата Эх, подруга Да чего ж меня злит эта ведьма Иши расцвела Нравится, что замучила всех своими интригами Дон Пио Заставил меня встать на колени Перед сеньором инженером Пусть только попробуют Мне такое приказать кинусь Лучше я пойду на улицу, милостыню просить Он может и большой хозяин Но у каждого есть своя гордость Знаешь, как-то все сразу навалилось Я разнервничалась из-за того, что Ареноко Пришел к инженеру Но я не знала, что делать Потому что не хотела, чтобы он меня здесь видел Какое тебе дело до инженера Феррера И зачем он понадобился твоему сыну Синьоре Хаде стало совсем плохо Нужно было отвезти ее в больницу Дон Пио Я хотел помочь Диаманте Забудь ты об этой драмоедке Сегодня у нас особый день И нам надо еще многое обсудить Во-первых, мы должны организовать большой праздник в честь словизны Извините, Дон Пио, но мне кажется, сейчас не до праздников Почему? Сегодня лучший день моей жизни Наконец-то в моем доме остались только те, кого я люблю Например, ты Ваша сестра при смерти, Дон Пио И чего же ты от меня хочешь? Чтоб я рыдал? Я Хаде не выбирал Такая уж она мне досталась Меня вообще не спрашивали, нужна ли мне сестра Тем более племянница И все же, Дон Пио, это ваши родные Родной была мне моя мать Женщина необыкновенная А эти двое не имеют с ней ничего общего Сеньора Хаде все это время была с вами, помогала вам Да, стонами Слезами в подушку Жалобами на жизнь На свое прошлое, на меня Дон Пио Пусть даже все так, как вы говорите Все равно не надо сейчас никаких праздников Я выбросил за борт балласт Теперь мой дом чист Родственников действительно не выбирают Поэтому разумнее поступить так, как я Самому выбирать себе семью и сына То есть тебя Это большая честь для меня, Дон Пио Но в наследство от отца сын получает не только благословение Все мое нынешнее состояние перейдет к двоим наследникам Имя первого Пока это секрет Ну, а второй Ты Хисус Феррер Секрет Моя прихоть Не ломай себе голову Дон Пио Мне все же несправедливо забывать о Диаманте Она же старалась, работала на вас Мне нет Никакого дела до Диаманта Она лестью и интригами Пыталась получить хорошую должность на комбинате Если честно, то Диаманте Меня Совершенно Не интересует Извините меня, Дон Пио Но думаю, вы должны знать, что я не согласен с тем, что вы сейчас делаете Мне это все равно Твоя главная задача сейчас подготовить хороший праздник для меня и для Лавизны Большой праздник для большой семьи Раса Абресенья Пусть все знают, что Хисус Феррер будет моей правой рукой И наследником Успокойтесь, сеньор Я побуду с вами, пока ваша мама не станет лучше Во всех наших бедах и несчастьях всегда был виноват дядя Он унижал, оскорблял мою маму С самого ее рождения Вот одна бедняжка И не выдержала Нас выгнали из дома Меня оставили без работы Понятия не имею, что нам теперь делать Успокойтесь Я просто в отчаянии, Ринока Успокойтесь, сеньора, прошу вас Вот видите, ваша мама быстро поправится Доктор, как моя мама Она ведь не умрет, правда? У сеньорита кроме матери никого нет Сеньора сейчас уже вне опасности Но ей придется побыть какое-то время в отделении интенсивной терапии Боже! Как долго она там пробудет? Успокойтесь, сеньорита, вы должны держаться ради вашей матери Сколько времени пробудет, пока не могу сказать Но сеньоре повезло, что вы вовремя ее нашли и доставили к нам Улучшение уже наступило Но надо посмотреть, как в целом пойдет лечение Большое вам спасибо, доктор Спасибо, Ринока Ты спас мою мать? Спасибо Как же мне стереть с себя эти грязные поцелуи? Заставить тебя все забыть? Мне остается одно Умереть, Господи Накажи меня Мое место в аду Солидат, открой, пожалуйста Уходи, Лавизна Я никого не хочу видеть Мы же с тобой подруги, Солидат Ты мне как сестра Мне больно за тебя Я не должна была приходить сюда Мало ли что люди подумают И тебе лучше держаться от меня подальше, Лавизна Мне остается только Одиночество Днем мое наказание И искупление грехов Открой мне, пожалуйста Зря ты так Давай поговорим И нам обеим станет легче Открой, Солидат Я так за тебя переживаю Лавизна Бедная ты моя Я сама себе противна Что я наделала? Кто я теперь? Ты имеешь право на нормальную жизнь, Солидат Бори за него Луису нужна порядочная женщина, не я Но почему я не встретила его раньше Когда еще ни один мужчина до меня не дотрагивался Не травит в себе душу Солидат Если Луис любит тебя, он примет тебя такой, какая ты есть Как бы мне хотелось все забыть Вообще не иметь прошлого Знаешь, Лавизна Хорошо бы однажды уснуть И проснуться совсем другой Достойной чистой любви Так и будет Ты встретишь человека, который сумеет разглядеть твою душу Ничего этого не будет Слишком многим мужчинам я принадлежала Слишком много чужих рук и губ Мне чистоту уже никогда не вернуть Нам не клеймо Ты хороший человек, Солидат Начни все сначала Главизна Тебе кажется, что это просто потому, что ты никогда не стыдила себя И то, что я Никто никогда меня не полюбит Не предложит мне выйти замуж Не станет моим другом Потому что всякий мужчина видит не меня, а мое тело Выставленное на продажу Тело, прошедшее через столько рук Я навсегда так и останусь уличной девкой Дорогой Просил у нас, что хочешь Оцени, не беспокойся Считай, что открыл у нас кредит Потом как-нибудь сочтемся Не пугай человека Правда, Патрио Если тебе что-то нужно Лекарства, процедуры, еще что-нибудь Говори, мы процентов с тебя не возьмем Спасибо вам за то, что так заботитесь обо мне Слава Богу, остался жив Друзья не забывают Чего еще можно хотеть Как я вас всех люблю Пойду спрошу у врача, когда тебя выписывают Чего это ты уходишь от разговора про любовь? Тише, неловко Привет Здесь и так не продохнуть Так ты еще Как дела? Здравствуй, дочка Погоди, я с тобой, Конкорди Узнать насчет выписки Не надо, не ходите Я только что видел врача Он говорит, что тебя уже скоро выпишут по трю Слава Богу, Гуси Пати Как мне надоело валяться в коридоре Во всей больнице так и не нашлось для меня палаты Ладно, потерпи Скоро будешь дома Со своей семьей Я почувствовал, что такое дом только когда Сальвахи вернулась Я уже сказала К тебе я не вернусь, отец Сальвахи, как ты можешь? Что значит, как ты можешь? Она уже все решила Если в Гуси Пати захочет забрать к себе Патрио, пожалуйста А Лансарота, например, может за ним поухаживать Хоть какая-то польза от него будет Господи, боже мой Как же мне все это объяснить португальцу? Ну что, все продал Лансарота? Все? Не то, чтобы на самом деле продал Понимаешь, как вышло, Юао? Из тебя отличный продавец получился, Лансарота Замечательный Нет, 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 послушай Ничего я на самом деле не продал Хотя... Как это? Ну, понимаешь, моя девчонка как с цепи сорвалась Сначала выдавила на меня пару помидоров Потом начала даром раздавать все остальное А деньги? Кто мне заплатит за товар? Что-нибудь придумаем Надо только успокоиться и проскинуть мозгами Ну уж нет С Юао такие шутки не проходят Тоже мне, друг называется Чужие денежки все любят Вот что я тебе предлагаю Ты можешь прямо с сегодняшнего дня вычитать их из моего жалования Вычитать? А может мне лучше умножать и складывать? Откуда вычитать-то? Разорить меня надумал? Чего-то так разошелся Давай договоримся по-хорошему Ну уж нет Запомни мое имя Педроса де Хисус Хорошо, сеньор Педроса, не волнуйтесь Я что-нибудь придумаю Если хотите, я могу мыть машину вам или вашей жене Могу овощи грузить в дом, операции Или водить детей в школу Что хотите, то и сделаю Хватит, вон отсюда Ты уволен Но денежки ты мне вернешь все до последнего центава Иначе я тебя в тюрьму засажу В тюрьму! Сколько денег впустую Чего только тут нету, Диаманты Выброси все к черту Да, сеньор Кардосо Доктор Лезбия Доктор Кардосо Да, доктор Зачем тебе это? Хотела оставить фотографию у себя У нас с ней были хорошие отношения Если ты так по ней скучаешь Можешь отправиться следом Я ничего не имею против Мне нужна эта работа, доктор А если так То больше никогда не упоминай При мне имени Диаманта Фалькон Запомни, я теперь занимаю ее должность Она ни на что не была годна От нее были одни убытки и неприятности Надеюсь, тебе все ясно, Лезбия? Да, доктор Отлично А теперь собери тут все и выброси Мне надо побыть одному Да, и позвони управляющему Пусть пришлет сюда кого-нибудь Чтобы привели все в порядок Шевелись Ну что же, первый шаг сделан Я занял этот кабинет Теперь самое главное Мне нужна должность Иисуса Иисус Вышел немного подышать, Хосе Мигель Ты себе даже не представляешь Что у нас сегодня творилось Сеньору Хаде очень жалко Надо же было принять столько таблеток Это она с горе, Хосе Мигель Дон Пио выгнал ее из дома, как собаку Какой же он бессердечный человек Слава Богу, опасность миновала Я звонил в больницу, она в интенсивной терапии Не понимаю Как ты можешь восхищаться таким человеком, как Пио Эрис Он обожает власть, Хосе Мигель Ему нравится унижать слабых и сражаться с сильными до полной победы Но я совсем не такой, правда Мне жаль людей Я им сочувствую Меня самого изумляет моя к нему привязанность Но это еще не самое страшное Случилось еще что-то? Я хорошо тебя знаю и вижу, что тебя что-то мучит Моя мать работает кухаркой у Дона Эриса Донья Невис? Да, Хосе Мигель Я сегодня об этом узнал Она давно уже у нас, а я и не догадывался об этом Даже не знаю, что сказать Думаю, она просто хочет быть поближе к тебе Она поставила меня в дурацкое положение Ты не представляешь, что со мной было, когда я увидел ее в этой форме Хосе Мигель Моя мать прислуга Меня это так задело Жаль ее Наверное, ей очень тебя не достает Вы так давно живете в Росе Мы же вместе решили, что я уйду из семьи Вместе, Хосе Мигель Она согласилась с этим Она очень гордится тем, каким ты стал Она восхищается тобой, Хисус И чистит в моем присутствии ботинки Дона Пио Он заставил ее встать на колени Так унизить мою мать А она Она тоже хороша Бессловесная прислуга Ты садишься собственной матери? Хосе Мигель Я столько лет послал ей и Оренока хорошие деньги И что из этого вышло? Она работает кухаркой в доме, где я живу Как, по-твоему, я должен был на это реагировать? Она специально, чтобы напомнить мне, кто я такой Чтобы не забывал своего прошлого Она хочет, чтобы Дон Пио все узнал Я так не думаю, Хисус Просто ты ей очень нужен Вот и все У нее есть другой сын Пусть она занимается им Оренока всегда была ее любимцем Сколько я помню, она в нем души не чаяла Я же никогда не был ей особенно близок Поэтому мне так неприятны все эти воспоминания Успокойтесь, сеньорита Ваша мать все равно вас сейчас не слышит Вам лучше пойти домой и отдохнуть Оренока Мама даже не слышит меня Она лежит как... Как мертвая Ну, сеньору, успокойтесь Она обязательно поправится Вы же слышали, что сказал доктор Присядьте Вот ведь как в жизни бывает Ты всегда был для меня всего лишь одним из рабочих Но в тяжелую минуту Помог мне именно ты А не мои близкие Вы правы, сеньора Случается так, что помощь переходит от тех От кого мы ее меньше всего ждем На моей совести много дурного И все из-за пио Потому что больше всего на свете Я хотела походить на него А потом стать хозяйкой комбината Меня ничто не останавливало, Оренок Я готова была идти по трупам Лишь бы получить то, что мне было нужно А в результате Вас выгнали из комбината Как любого из нас Но я не собираюсь сдаваться Извините мою прямоту Но почему дядя так обошелся с вами? Пио никогда нас не любил Он присвоил себе все наследство моего деда А со мной и с мамой обращался Как с приживалками Да, но Рано или поздно Все, что принадлежит ему Перейдет к вам У него же больше нет родственников Нет Пио очень хитер Он умеет устраиваться в жизни Он заявил, что мы с мамой Прожили все наше наследство И у нас больше ничего нет Тогда Кому же он оставит все свое состояние? Хисусу Ферреру Он станет его наследником Все, что есть у Пио Все дядяное состояние Перейдет к нему Вам не стоит сейчас столько пить, Дон Пио Ну, две рюмки в день вполне позволительно Налей себе тоже Составь мне компанию Я только что говорил с Диамантой Синьоре Хаде стало Я уже сказал Для меня Хаде умерла Дон Пио, извините меня Но я бы хотел съездить в больницу Мне надо только переодеться Ты никуда не поедешь Я нужен Диаманта, Дон Пио Сейчас главное не она А Лавизна Дон Пио Мне бы очень хотелось Хоть чем-то ей помочь Чего это такое неспокойное, Хисус? Такое впечатление, что у тебя сегодня нет Самый лучший день Нет, все хорошо Я только не пойму, зачем вам понадобилась Лавизна И что у нас сегодня за праздник? Нужно ввести ее в наш дом, Хисус Сделать ее королевой нашего праздника Потом ты можешь делать с ней все, что твоей душе угодно Женщины вроде Лавизны стоят недорого Лавизна совсем не такая, как вы о ней думаете, Дон Пио Я послал ей подарок От твоего имени Скоро Она будет твоей А вот и наша сегодняшняя именинница Здорово! Ну зачем вы? Ладно тебе, солидат Я же сказала, что сегодня твой день рождения Как тебе идет халатик, который я подарила? А хотите? Пока мы тут да уже наболтаем о том и всем Я вам сделаю маникюр А я сделаю тебе прическу Что ты хочешь, укладку или стрижку? Перестаньте Я этого не стою Не говори глупостей Вы слишком хорошо ко мне относитесь Ничего не слишком, а как надо Мы очень любим тебя Лавизна, плита-то Суп У нас сегодня особый день Солидат снова с нами Ты паникюр, Сальвахе? Там все в порядке Я специально для тебя, Солидат, готовлю суп А я сделала твой любимый десерт Не надо было мне сюда возвращаться Ну не плачь, пожалуйста Мы же с тобой, ну что ты? Ты нужна нам, Солидат Мы же все как родные Наверное, самая большая ошибка в моей жизни Это то, что я ушла отсюда Как я раньше не поняла Что только здесь у меня всегда есть любовь Тепло и дружба Как же мне нравится Когда вы вот так Сидите все вместе И я благодарю Господа За то, что Он дал мне жизнь И позволил бороться за тех, кого я люблю За вас Мои девочки За свой дом Ради этого Я и живу На что мне такая жизнь? Мне как старый кляч Осталось одно Плестись на бойне Сам виноват Зачем отказываешься от любви? Солидат любит меня Солидат меня очень любит Никто не любит тебя так, как я, дорогой мой Все кончено, Ананда Для Солидат все кончено Она к тебе больше не вернется А мне и не надо Я сам этого не хочу Мужик я или кто? Мужик Таким родила меня мать Зато я отдам тебе Всю себя, любимый мой Если и мои дети узнают Что случилось с их отцом Они отвернутся от меня А что случилось Когда ты был на флоте? Не напоминай мне об этом, Ананда Я не хочу говорить ни о флоте, ни о Солидат Ни об этой чертовой жизни Ну что ты, дорогой, не сердись Я не буду тебе ни о чем напоминать Я буду делать только то, что ты захочешь То, что ты мне прикажешь Ты мой Луис будет с тобой, Ананда Луис поедет с тобой Спасибо, любимый Она все готова, лишь бы быть рядом с тобой, Иисус Нет силы Которая бы заставила меня уйти отсюда Я так счастлива Когда я вижу тебя таким красивым Таким элегантным Как жаль, Сальваторе Что тебе не довелось увидеть Какими стали наши дети Ты бы гордился ими Ухожу, ухожу Я так устала сегодня А завтра возвращаться чуть свет Ни в коем случае, мама Возвращаться не надо Ну, так приказал Дон Пио Дон Пио ничего не знает И никогда не должен узнать правду Поэтому я и прошу тебя Больше не приходи сюда Никогда Мне пора идти, сеньора Нет Нет, Ориноко, пожалуйста, не уходи Вдруг что-нибудь случится Нет, пожалуйста, побудь со мной Ну, хорошо, хорошо, не волнуйтесь А то и вы заболеете А мои так называемые друзья Даже не пришли Я совсем одна, Ориноко Даже без крыши над головой Не надо сейчас об этом Я могу побыть с вами еще немного Только, пожалуйста, не плачьте Черт побери, что я вижу Но теперь мне, наконец, ясно Зачем ты заплатила залог И вытащила этого уголовника Из тюрьмы А вот и ужин Ларизна сегодня у плиты крестная Она одна все приготовила Надеюсь, мой десерт вам тоже понравится Садитесь, дочки Давайте поблагодарим Господа нашего За хлеб наш насущный И за счастье быть всем вместе за этим столом Благослови, Господи, этот скромный ужин И пусть не будет в мире ни одного голодного ребенка Аминь Подарки, подарки Что вам здесь надо, ребят? Эти сеньоры искали бар сеньора Моруанте Кто вы такие? Нам нужна сегодня рита Лавизна Санчес Это я? Это для тебя подарки Лавизна Их тебе пришлал Хисус Феррер Мне не нужны подарки Хисуса Феррера Ты что? Спасибо Ничего себе Господи, какое роскошное платье Никогда не видела ничего подобного Крестная, посмотрите, какая прелесть Бриллиантовое колье Бабелония положил Ты что, с ума сошла? Это же стоит куча денег Разве от этого отказываются? В жизни есть вещи и поважнее Бабелония Как бы мне хотелось примерить это платье У меня никогда не будет ничего подобного Сальвахи не надо Если ты примешь от этого человека платье и драгоценности Ты придашь Оренок Лавизна Я не собираюсь ничего от него принимать, Конкорде Не понимаю, что ты себе вообразил Хисус Феррер? Меня этой мишурой не купишь Так этот трудяга твой любовник Ты заплатила залог, чтобы не быть одной У нас с сеньорой совершенно ничего не было А этим залогом я как раз сейчас занимаюсь Я-то знаю свою племянницу Она ничего просто так не делает Значит, зачем-то ты ей нужен Все было не так Мы быстро поняли, что с Ореноком произошла ошибка А потом выяснилось, что в тюрьме на него покушались Тогда я взяла на себя смелость заплатить этот залог Но ты же первая обвинила Оренока во взрыве этой печи Диаман, ты у нас мастер интриги Как бы то ни было, я думал, у тебя запросы повыше А ты идешь точно по стопам своей матери Которая тоже спуталась с простым рабочим Может, коль вы занимаетесь в столь высокое положение То не теряйте достоинства, унижая своих родных Не смейте больше оскорблять диаманты Уходи сейчас же и никогда больше не возвращайся сюда, мама Держись подальше От моей жизни Я поняла, сынок Ты стыдишься меня И не зови меня сыном Неужели тебе не ясно? Если нас услышат, мне конец Я очень тебя люблю И только ради этой любви смогла так долго прожить вдали от тебя Когда-то ты поступила правильно Решив отдать мне Дону Пио Только ему я обязан тем Кем я стал Я знаю, ты отказался от своей семьи Но... И теперь ты хочешь наказать меня за это? Ты устроила сюда кухаркой Чтобы я никогда не забывал о твоем существовании, мама Чтобы помнил о своем происхождении Нет Я вовсе не хотела, чтобы ты меня видел Мне хотелось одного быть рядом с тобой Как ты не понимаешь, мама? Мне невыносимо видеть тебя в прислугах Знать, что ты работаешь в этом доме Твое невежество оскорбительно для меня Многие годы я делал все, что мог Ради тебя Пойми, мама Я присылал тебе деньги Лишь бы ты жила в приличном доме Могла хорошо одеваться Ходила бы В дорогие магазины И что же я вижу? Ты выглядишь еще беднее Еще беднее, чем раньше, мама Не сердись на меня, сынок Мне бы очень хотелось объяснить тебе Почему я не воспользовалась твоими деньгами Но я не могу Мне лучше сейчас уйти Что-то не так, сеньор инженер? Все в порядке, Тата Сеньор Аньевес уже уходит Соберите все эти терки Чтобы через минуту их не было в моем доме Мы не продаемся Не понимаю Почему Хисус Феррер прислал мне это? А что тут такого? И почему крестная так рассердилась? Если бы мне подарили бриллиантовые колье Я бы с ним не рассталась А чему тут удивляться, Ларизна? Ты же сама дала повод этому сеньору Так к тебе и относятся Что ты злишься к Конкорде? Вы поссорились? Что бы я ни делала, что бы ни говорила Конкорде, и все не так А я догадываюсь, в чем дело Замолчи Не хватало еще, чтобы вы все поссорились Это дело рук пио Он знает, что может навредить мне Только обидев вас Я верну ему все это барахло А Хисус Феррер весь в пио Сначала прикидывается Милым ведет себя, как приличный человек А не успеешь оглянуться, как он уже вцепился в тебя Надо отослать все это дряни обратно Не сейчас, крестная Пожалуйста, уже очень поздно Не надо вам ходить одной в такое время Я очень боюсь за вас Постой, мама Дай-ка мне все это Я сама должна поставить инженера на место Ему следует понять, раз и навсегда Что я никогда не полюблю его Пусть Иисус Феррер наконец поймет Что я не его собственность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok